Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики канала Пластинка ТВ, все любители квестов и адвенчур. Сегодня мы с вами увидим в финал игры Гэбриэл Найт «Грехи отцов». Я очень на это надеюсь, если я не затуплю, если игра не вылетит или еще не случится каких-нибудь непредвиденных обстоятельств, мы с вами дойдем до финала. Давайте загрузимся. Ну что ж, как вы помните, мы в прошлый раз долго и упорно изучали потайное логово Гедди, потайное логово этих поклонников Вуду, мы стащили у Доктора Джона успешно ключ-карту от всех запертых дверей, и первая запертая дверь оказалась весьма внушительным сейфом. Вы только посмотрите, сколько здесь банкнот, сколько здесь деньжища. Я думаю, никто же не заметит, если мы пару пачечек прихватим с собой. В конце концов, нужно же платить по счетам, нужно платить за замок, нужно возместить Мозли, те деньги, которые мы потратили с его карт, думая, что он мертв. Знаю, это грязные деньги, но они для хорошего человека, для меня. О да, я это люблю. Давайте возьмем еще. Ужасно признавать, но больше я унести не могу. А, ладно, миллиона или около того мне должно хватить. Че, серьезно, три пачки это целый миллион? Мне казалось, у долларов есть купюры номиналом больше, чем сто? Я вот, честно говоря, не помню. Если есть, то тогда может быть, может быть. Но че-то как-то это сомнительно. А вообще, Габриэл, у тебя же, ну-ка, повернись к нам. У тебя же вон какой длиннющий плащ, в нем же должно быть полно карманов, можно было прям напихать до отказа. Ладно, будем пытаться изображать из себя хотя бы частично честных людей и возьмем только то, что нам причитается. Не будем жадничать, друзья. Так, замечательно. Эта комната, значит, с одной змеей была заперта. Были еще несколько комнат. Это 12-я, по-моему, с 11 змеями была заперта. Давайте попробуем вскрыть ее. Так, сейчас надо в инвентаре выбрать ключ-карту. Вот она. Вперед. Посмотрим, что за секреты таятся за этой дверью. Столь же они приятные, как золото. Или нет? Здесь кого-то расчленили на куски. Да, да. И в ожидании лежат следующие господа. Даже не хочу думать, зачем все это нужно. Да, за этой дверью нас ждало что-то не столь приятное. Похоже, профессиональные инструменты. Этих людей нужно остановить. А вот этот вот инструмент тоже профессиональный, да? Вот этот вот закругленный кинжал, да? На полу стоит ведро из нержавеющей стали. А его содержимое лучше промолчать. Я тоже так считаю. Вы все прекрасно видите на картинке. Так, здесь тот же комментарий. Оу, тут кого-то заспиртовали. Человеческие сердца. Вот что они с ними делают. Но зачем? Возможно, даже не следует спрашивать. Несомненно, их используют для изготовления мощных грик-грик. Или, возможно, Тетелло ими обедает. Надеюсь, это просто слепки. Нет, дружище, даже не рассчитывай. Многие трупы хранятся в стенных отсеках. Похоже, там действует система глубокой заморозки. Ну и местечко, друзья. Ну и местечко. У стены расположена длинная стойка. Там вероятно есть всё, что нужно хорошему мяснику. Вероятно. Но я что-то, честно говоря, предлагаю не проверять. Все мы здесь осматривали, можем еще вот этого чувака осмотреть Под хирургическими лампами расположен стол с телом Я его не знаю Ну, может быть, и хорошо Вроде мы все осмотрели, что здесь могло быть Хоть сколько-то интересного Так что давайте вернемся в коридор поскорее, друзья Не хочу на это смотреть Так, ну что, двигаемся далее Какая у нас там дверь еще была заперта Это 11 змей, да? Здесь, соответственно, 10 Так Эта дверь тоже была открыта Это вот эти компьютерные классы бесконечные, помните? Это сколько? 9 змей, да? Я правильно понимаю? А вот следующая должна быть дверь с 8-ю змеями Или с семьей тоже А, 7 змей, прошу прощения Дайте-ка вернемся назад Вот, и вот эта дверь Сейчас проверим себя Да, 8 змей на этой табличке Чудесно Попробуем вскрыть ее Так Надеюсь, морга мы больше никакого здесь не найдем Грейс Я нашел ее Звуки барабанов рада отдаются эхом по ханфору Ритуал должно быть вот-вот начнется О, нет О, хух, мозгли У тебя получилось Слава богу, мне уж показалось, что ты нырнул туда Звук этих чертовых барабанов появился, как только я вышел из лифта И послышал из голоса сверху У меня ощущение, что сюда собирается ворваться полчища вудуистов Я нашел Грейс Вижу, осмотри ее Затем нам понадобится найти способ слиться с толпой, дружище Что же мне с ней делать? Так, Грейс по-прежнему лежит на кровати Она может быть без сознания или хуже Да нет, вон у нее нога подергивается, друзья Мне кажется, что с ней все в порядке Так, а что у нас есть волшебно? У нас есть волшебный талисман Может быть, он ключ От всех проблем Этот талисман должен обладать некой силой Грейс, проснись, Грейс Что? Что происходит? Гэбриэл, Мозли, где мы? Что происходит? Грейс, мы в фанфоре группировки Геди Ритуал Вот-вот начнется Боюсь, ты божь программы Поэтому звучат барабаны? Я слышал их во сне, я не могла проснуться Ага, так и подмывают пуститься в пляс, правда? Будь серьезнее, что теперь будем делать? Точно, давайте составим план Что мы должны делать, Гэбриэл? Ты меня спрашиваешь? О, боже, мы попали в беду Ну, я, конечно, профессионал, но ты больше знаешь о том, к чему мы тут противостоим Ладно, ладно, Грейс Они думают, что ты без сознания, поэтому лучше тебе таково и предвариться Когда будет нужно, это даст тебе преимущество, Мозли Мы с тобой будем с остальными вудуистами Полагаю, самая большая наша проблема на время ритуала Тетелла Припоминаю, в заводе она не проявляла себя, пока доктор Джон не тунул там средством в лицо Малии Если я сумею это предотвратить, то думаю, нам удастся избавиться от Тетелла Как ты соберешься это сделать? Не знаю, что-то придумаю Ага, а что если Тетелла все же проявит себя? Давай позаботимся, чтобы этого просто не случилось Ладно, значит ты помешаешь этому духу проявить себя Хорошо, когда будет нужно, я побеспокоюсь об этом здоровье доктора Джонни А я займусь самой Малией, пока она под контроль на себе Ага, присматривай за ней ради ее же блага, но не навреди ей Кто? Я? Тогда будем ждать твоего сигнала Хорошо, но вы, ребята, в таком виде далеко не зайдете Ну, я же из кладовочки прихватил тут всякие масочки, костюмы заблаговременно Я же запасливый, правильно? Но я думаю, что прежде чем комбинировать всяческую одежду, прежде чем предпринимать какие-нибудь действия, надо бы сохраниться Сохраниться О! Игру нельзя сохранить? Серьезно? Серьезно? Я не могу сохранить игру? Этот пункт не активен, друзья, вы что? Что? А как же мне быть? Что же мне делать? Ох, ужас-то какой Кто-то пришел, Грайс, внизу Ой, кто-то идет, ложись Габриэл Найт, что ты здесь делаешь? Кто это с тобой? Кто он? А, это мой друг, понимаете, мы просто... Так, похоже, игра сейчас закончится, друзья Я протормозил Прождал И кинжал оказался сильнее пистолета, а доктор Джон просто какой-то терминатор Аааа, пу-пу-пу До этого я выбирал загрузку с сохранения, но у меня последнее сохранение было некоторое время назад Давайте попробуем повторить нажать Не знаю, может быть это сработает С этого места мы начинаем, да? Хорошо Перед комнатой Грейс Хорошо, давайте попробуем заново Грейс Я нашел ее? Да, да, так, так Я это все проматываю Появляется Мозли Проматываем все теологии лишние Так, прекрасно Оживляем Грейс с помощью талисмана И в этот раз так долго не раздумываю Слушайте, я привык к квестам Я думал, что Здесь как бы ничего не начнется До того момента, как сработает скрипт или еще что-то Но... Тут добавили, конечно Развлечения нам Так, проматываем 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 все эти Все это планирование Так, так, так Так, это у меня, конечно, заняло некоторое время Так, и теперь нам нужно прикинуться этими местными чуваками Сейчас так Комбинирование Сейчас Так, вот это вместе и вот это вместе Прекрасно Скомбинировали Теперь-то... Нет, мне все равно не дают сохраниться, друзья Так, хорошо, наверное, нужно их применить на Мозли Вот, это маскировка Боже, кабан, как тонко А кто же ты, скажи на милость? Ээээ... Волк? Волк Волк Как подходящее Ты чертов хрен Чертов псих, наверное, все-таки Кто-то идет, Грейс, ложись А вот и доктор Джон Что вы здесь делаете? Мы думали, комната пуста Сейчас же в круг Черт, она уже под конкурентом Контролем Тетелла Что? Что? Ну ты говорю... Да, знаю Здорово, и что теперь? Не знаю Да Так, так, так Сейчас мне нужно не выпускать мышку из рук А то иначе нам опять могут подкинуть плохую концовку Если он тронет ее... сделай что-нибудь быстрее тателло стой я не дам тебе убить ее что это охотник на ведьм убирайте все до одного а инвентарь инвентарь где наш талисман волшебный который спасает нас от всего тателло стой я не дам тебе убить ее тебе меня не остановить смотри как умирает твой друг похоже на таком расстоянии талисман не особо защищает грейс подождите аж хватать ее доктор убейте и мы должны принести жертву так но от мозли есть толк друзья прекрасно просто чудненько ты убил моего избранного охотник на ведьм ты за это заплатишь вообще-то не не мы убили а наш друг полицейский сделал это сейчас же отдай мне талисман охотник на ведьм иначе твоих друзей ждет ужасная смерть накуси-выкуси не получишь ты от нас никакой талисман конечно тателло хочешь талисман вот ловит уходи забирай грейс талисман защитит вас а как же просто уходи теперь ты безоружен охотник на ведьм подойди ко мне и встань на колени моли это там она слишком могущественно опа подождите пауза 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 друзья щас 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 что же мне делать мне кажется нужно знаете что надо разбить их талисман если мы нашли свой талисман под таким же жертвенным столом то значит мне нужно разбить вот эту штуку нет прекрати да я оказался прав все-таки пауза меня спасла немного от дерьмо сейчас все разрушится обрушится ой какой дьявольский разрыв образуется прям в преисподнюю ужас-то какой континент сейчас разойдутся просто ну что помочь ей что ли давай уничтожь ее уничтожь меня ты истинный сын своего отца охотник на ведьм ну ладно давайте поможем ей что ли так и быть я держу тебя малия не ты предашь ее охотник на ведьм я не дам тебе убить ее габриэль ты не предал меня я держу тебя бесполезно это должно закончиться со мной нет не смей черт я не отпущу тебе прощай любовь моя нет я думаю теперь этому конец я жалею насчет малия знаю она тебя была не безразлична знаешь ты изменился изменился да так что собираешься быть шоттенгейгером попробую но не переживай ты вернешься на учебу целый и невредимый мне не нужно возвращаться тут куча всего интересного знаешь духовный путь может быть более важен чем путь разума ну ладно оставайся на здоровье грейс только не жди что узнаешь чем я занимаюсь исторический момент не так ли 300 лет назад тетелла украла талисман риттеров она использовала его чтобы привести свою семью к власти в то время как твоя семья ослабла теперь этого нет а твоя семья возрождается это заставляет задуматься а не было ли так предназначено ну нет куда без добра и все такое ты слишком много думаешь но самое трагичное по моему то что молодые женщины всех поколений как малия стали жертвами этой личности были вынуждены жить среди ужаса а чем-то напоминает мне жизнь с тобой грейс помнишь я сказал что ты изменился и я ошиблась тебе жаль не ну что ж смешно смешно да шуточки от гэбриэла заходят на ура мне кажется шуточки за 300 они всегда хороши итак итоговые очки 362 из 362 то есть я сделал все что нужно во время прохождения спасибо за игру спасибо разработчикам за замечательно проведенное время окей и наверно нам сейчас титры финальные какие то должны показать открыто достижение мастер шаттен егерь настоящий шаттен егерь пошли титры студия пинкертон роуд разработала эту игру ну что ж дорогие друзья мне этот квест понравился все таки классика 90-х не подводит не подводит на самом деле отличный детективный сюжет который в конце хоть и превращается вот в такую мистику но тем не менее все это смотрится нормально поскольку ты понимаешь что эта игра про мистику на самом деле изначально про всяких духов буду ритуалы и так далее поэтому мне кажется что финал финал достойный хотя и некоторые сюжетные моменты были несколько предсказуемы отличное переиздание сделали для этой игры перерисовали все задники сделали новые модели персонажей переработали практически весь геймплей добавили ачивки в стиме добавили обновленную систему с этими сачками ну в общем работа проделана мне кажется замечательная и хотелось бы мне лично видеть таких переизданий и классических игр больше по сути это на самом деле сделать новую игру просто взяли старый сюжет и сделали новую игру на самом-то деле то есть работа-то проведена колоссальная но конечно такие переиздания мы часто не увидим поскольку квесты далеко не самый окупаемый жанр в компьютерных играх к большому сожалению тем более классические квесты выполненные в два с половиной д как этот у современных игроков они не очень заходят но будем играть в то что есть мне по крайней мере хотелось бы даже чтобы если не такие переиздания под современное разрешение с современной графикой то хотя бы если бы было больше переизданий когда игра бы просто запускалась бы нормально на современных операционных системах это было бы уже многое чтобы не нужно было со старыми играми мучиться со всякими досбоксами прочими виртуальными машинами чтобы не было мучения с записи экрана из них если бы хотя бы такие вещи делали я бы такие игры с удовольствием покупал бы лично не знаю как вы друзья я понимаю что есть гокком например для таких штук но все таки хотелось бы чтобы в стиме было такого больше плюс хотелось бы чтобы конечно субтитры на русском языке были но это уже прям просто что-то фантастическое потому что например для этого переиздания в стиме нету русского языка и я использовал русификатор который сделали фанаты на сайте zoneofgames.ru за что им просто огромнейшее спасибо и респект и уважуха и тысяча лайков потому что без их русификатора ну играли бы по старинке на английском языке друзья как когда-то в 90-х и 2000-х когда не было официальных переводов а тут фанаты перевели ну все диалоги все внутриигровые текстуры все описания в общем тоже провели огромную работу переводили целый год между прочим на самом деле целый год я ожидал перевода потому что переиздание он вышел в 2014 году как вы видите сейчас на экранах вот авторы перевода на русский язык указаны проект Прометей спасибо ребят огромное вам за русификатор я его у себя в коллекции сохранил и прежде чем завершить и закончить это видео я хочу заглянуть что такое архивы шаттен егеря хочу посмотреть что это такое почему-то слово шаттен егерь с немецкого кстати не перевели а это вот те самые наброски к игре которые я в начале уже рассматривал эскизы улицы это спальня Габриэла эскиз в финальной сцене а ну вот кстати тут и скриншоты из игры 93 года из оригинальной версии приведены я в начале своего прохождения в некоторых видео тоже вставлял кадры как это выглядело тогда и как это выглядит сейчас мне кажется это тоже было интересно посравнивать ну знакомьтесь это Джейм Джейнсон интервью с ней оно кстати переведено здесь субтитры или нет а нет субтитров нет а тут она по-английски рассказывает ну конечно можно поднапрячь все перевести друзья но это уже ладно это для настоящих true фанатов если вам интересны такие моменты то я вам рекомендую приобрести эту игру и пройти самостоятельно тем более что русификатор есть и поддержать такие разработки мне кажется не грех а гюнтер риттер карандашный эскиз это видимо кто это наш дядя да опять эскиз этой главной улицы еще все магазин святой георгий из оригинала ну да это как грейс выглядела ага это раскадровка заставок очевидно да 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 без раскадровки даже заставки никто не делает друзья не то что не снимает кино ага ага ой это игра ой не игра это локация с мимом ох сколько же она мне проблем доставила но игру уже попатчили и исправили эти мучения первый анонс гэбриэл найт в журнале за 93 год прикольно прикольно да вот как выглядели когда-то обложки журналов да ностальжи полная друзья на самом деле главный экран игры и альтернативный экран который не использовали ну да это талисман риттеров угу это это площадка обзорная была а вот это оригинальная команда первой части игры интересно все ли еще живы надеюсь что все все таки они тут не такие старые еще да прикольно прикольно зомбаки это эти зомбаки из пирамиды что ли а нет это эти ожившие зомбаки на улицах понятно это это озеро подчартрейн угу угу оригинал ну и по бокам части из новой версии ну это раскадровка это заставки да как моделировали все это дело 3d сцена да девочки и полицейские а слушайте а они вот эти здания и машины тоже модели что ли и мотоциклы странно так это не похоже было на самом деле что это смоделено хмм интересно значит я не совсем все знаю о технологии производства два с половиной деквестов друзья интересно интересно так это полицейский участок это привратник в нем карта оригинальная и новая ну это собственно наш главный герой да вот его моделька современная уже а вот как он выглядел в далеких 90х друзья слишком слишком пиксельно мне кажется он так досмотрелся особняк геди ну в общем вот видите тут все моменты игры это интервью с аниматором жалко все таки интервью субтитров нет вот классно было бы если я нажимал play и здесь субтитры шли неужели даже английских нет субтитров очень странно очень странно очень странно я бы с удовольствием почитал бы на самом деле самый первый концептуальный эскиз гэбриэл сделан в качестве проекта Майкл позировал для рисунка похоже да сходство есть определенное так это интерьер а это интерьер особняка геди сравнение с оригиналом ну да да как малее выглядело тогда и сейчас ну да ну да это наш мозли несравненный смотрите и музей вудус тоже в 3d модели вот эту всю часть это интересно потому что видимо современная технология заключается в том что даже вот такую сцену как бы делают в 3d а потом просто натягивают текстурки вот эти вот обработанные просто видимо в 3d проще задавать путь для этих трехмерных моделей к персонажей вот в чем дело наверное с этим связано потому что мне кажется что классический квест там как бы просто целиком рисованный задник ну и в нем просто для персонажей заданы траектории по которым они могут ходить заранее угу 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 еще раскадровочки магазин кинжал оригинальная коробка в DVD боксе выпускали на западе а ну да джевел бокс то это же чисто российское изобретение так сказать дешевые бичевские версии угу дом мадам казан ну еще одно интервью с Джейм Дженсен вот ее модельки ну да вот этот архив тоже интересно полистать неплохо сделали такие сравнения как было и как стало какие были эскизы вот интересно посмотреть как вот моделировали все эти локации тоже момент такой нетривиальный мы с робертом начали встречаться когда нас привлекли к да Гэбрио Найт один в качестве дизайнера и продюсера мы держали это в секрете так долго как могли чтобы не смущать команду ну да всем известно что они потом еще и поженились недолго делали совместные проекты а здесь что нам пишет фотографии из дома бабушки взятые у членов команды и их семей на стене над диваном мать Роберта Холмс Джимми Холмс и отец Джейм Дженсен почтенный Элис Смит ну прикольно да ну вон как бы локацию в баре тоже моделировали прикольно я не думал что ее полностью вот так вот в 3D делают ну видимо это современная уже технология так тут еще эскизики ну тут прям 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 все локации из игры мне кажется будут вот а вот тут интервью такое текстовое это ведущий художник Джон Шродес чем вы занимались в оригинальном Гэбриэл Энате 1 ведущий художник по фонам фоновые эскизы рисунки в виде раскадровки как вы пришли к этому проекту наша команда как раз заканчивала Кингс Квест 6 и мы начали работать на Гэбриэл Найт который затем превратился в полный проект тут кстати Кингс Квест тоже интересная тема для прохождения но у него у этой игры по моему переиздания не было какие у вас были первые впечатления когда вы впервые пророчли план или дизайн документ для этого проекта было потрясающе работать над чем-то жутким и основанным на реализме с сюрреалистическими поворотами в сюжете после работы над очень фантастическим Кингс Квест Расскажите о процессе создания графики процессом создания графики для Гэбриэл Найт 1 было рисование простых контурных рисунков чтобы задать композицию для фона на основе описания в дизайне после утверждения начиналось рисование обычно это занимало от 8 до 20 часов мы работали со специальной клеточной краской использующейся в Голливуде для анимации фильмов чтобы сделать наши фоны похожими на картины эта краска на водной основе была очень плавной легкой в работе после рисования все сканировалось цвета и контраст корректировались а в командах художники и аниматоры все сидели в одной комнате и постоянно слушали разную музыку это было прекрасное время какими технологиями в игре вы больше всего гордитесь о отличный вопрос просто мне кажется нам очень понравился вступительный ролик сочетающий новейшие технологии с нашими рисунками 3d анимация захватом видео и раскраской мне очень нравится как получился главный герой Гэбриэлом Найтом можно полюбоваться но в то же время игрок сочувствует его кошмарам и переживаниям также хорошо что нам удалось уйти от причудливого яркого облика большинства игр Сиерры и сделать кое-что другое что бы вы хотели переделать помню я вставил огонь в одну из комнат хотя действие в игре происходило летом вряд ли кому-то хотелось бы увидеть огонь в своей комнате в середине лета в новом Орлеане но эстетически он очень создал хорошее настроение поэтому мы его оставили какие-нибудь воспоминания или анекдоты я получил море удовольствия работая с командой над Гэбриэлом Найт мы все были молодые с амбициями и кучей энергии ну в общем друзья я думаю что зачитывать целиком все это я не буду если захотите вы поставите на паузу и сами прочитайте все подписи и интервью ну слушайте какой-то бесконечный архив у нас честно скажу они точно прям по всем локациям и персонажам из игры прошлись даже вон загадки с этим сходом барабанщика здесь присутствуют ну вон замок элементы в замке этот дракон который боролся с Гэбриэлом испытывая его ну да ну да да слушайте класс класс ну вот видите какая на самом деле огромная работа сделать такую игру которая казалось бы ну в визуальном каком-то плане и в технологическом далеко не самое сложное это вам не какая-нибудь GTA или еще что-то а это кто? а это глава продакшн студии ну то есть глава студии которая занималась производством ну вон просто просто куча всего друзья я просто буду листать даже буду вот так вот пролистывать это Роберт Холмс композитор и продюсер и муж Джейн Дженса в будущем а вот кстати да как выглядит вот этот холл в оригинале я не видел ну да цвета немножко поменяли конечно ну друзья просто потрясающе вот какими должны быть настоящие переиздания классических игр переработанными под современные условия тут еще а тут это интервью а так может быть это вот это вот расшифровки то тех голосовых интервью а может быть такое друзья в принципе возможно да ну ладно в общем запаузите если захотите прочитать спасибо вам большое друзья что смотрели мое прохождение надеюсь оно вам действительно понравилось если это так то обязательно ставьте лайк под этим видео переходите на мой канал подписывайтесь на него смотрите другие мои прохождения там куча плейлистов куча разных классных квестов если что-то не видели то обязательно посмотрите тоже полайкайте комментируйте вступайте в мою группу вконтакте и фейсбуке чтобы оперативно следить за моими обновлениями я наверное вконтакте как обычно сделаю какой-нибудь опросик за прохождение следующей игры и спасибо вам большое за внимание за просмотр дорогие друзья всем спасибо всем до встречи пока и Субтитры создавал DimaTorzok